Президент Ирхам Алиев, первая леди Мегрибан Алиева, члены их семьи, представители государства и правительства посетили Аллею почетного захоронения по случаю очередной годовщины со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева. История пишется на идеях и деяниях, созданных ею гениальных людей. Поэтому без великих личностей история человечества была бы бедна и неинтересна. Судьба Гейдара Алиева на самом деле это не жизненный путь одного человека. Это история Азербайджана. История, которая до протяжения XX века стала неотъемлемой частью бытия и жизни Азербайджана. Написанная им история стала летописью спасения, развития и национального прогресса. Гейдара Алиев – автор бесчисленных позитивных исключений в судьбе Азербайджана. Основатель нашей национальной государственности, символ нашей независимости. 14 июля 1969 года Гейдара Алиев был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Причины решения руководства СССР, связанного с Гейдаром Алиевым, исходили из реальности. Гейдар Алиев оправдал доверие на всех занимаемых ранее должностях. Этот метод, сопровождавший Гейдара Алиева и в его новой должности, вскоре принес свои плоды. Спустя всего лишь несколько месяцев в советском Азербайджане сложилась совершенно иная картина. За короткое время люди узнали Гейдар Алиеве, обладающего глубокими знаниями, логичного, мужественного, настойчивого, борющегося за реализацию своих идей принципиального руководителя. Гейдар Алиев открыл азербайджанцам путь в правительственные структуры, доказал возможность честного и достойного служения народу. Гейдар Алиев в первую очередь стал уделять серьезное внимание возрождению нефтегазовой отрасли. В тот период в море были введены в эксплуатацию месторождения Азия-Речерахкинашли, которые спустя годы станут фундаментом новой нефтяной стратегии независимого Азербайджана. В Баку начал функционировать завод глубоководных оснований. В республике был создан совершенный энергетический потенциал. Благодаря комплексным мерам сельскохозяйственное производство выросло в несколько раз. Гейдар Алиев, объединив азербайджанскую элиту, добился возрождения национального духа в стране, развития и процветания азербайджанской культуры, привлек внимание всей интеллигенции и народа к историческим корням и культурному наследию. В те годы словно вновь открылись редкие пласты азербайджанского языка, литературы, истории и музыки. Гейдар Алиев с большой настойчивостью и упорством преодолел проблемы, беспокоившие людей на протяжении многих лет. Работу, которая считалась неосуществимой, выполнил с потрясающей политической волей. Не случайно, что в те годы Азербайджан был награжден 12-ю переходящими красными знаменами, а сам Гейдар Алиев дважды был удостоен звания Героя социалистического труда. Назначение Гейдар Алиева в декабре 1982 года первым заместителем председателя Совета Министров СССР также было связано с его деятельностью. А наш народ гордился первым азербайджанцем, возвысившимся до столь высокой должности в Кремле. Потому что Гейдар Алиев, являвшийся одной из самых значимых фигур политической элиты СССР, в московский период деятельности в качестве принципиальной задачи для себя считал в первую очередь служение своему народу – Азербайджану. Последующие годы жизни Гейдара Алиева, подавшего в отставку в 1987 году в знак протеста против горьких результатов так называемой политики перестройки, пришедшего к власти в СССР Михаила Горбачева, были связаны с Азербайджаном. Прибывшего в 1990 году на историческую родину в Нахчеван, великого лидера люди встречали с огромной радостью. Он вновь был любим, встреча его населением как героя стала отражением этой любви. А для Гейдара Алиева это стало важным шагом на пути единения с родной землей, родиной. Лишь благодаря историческим заслугам Гейдара Алиева из названия Нахчеванской автономной советской социалистической республики были изъяты слова «советская» и «социалистическая», и она стала называться Нахчеванская автономная республика. Триколор Азербайджанской демократической республики был принят как государственный флаг Нахчеванской автономной республики. Впервые была дана правовая оценка трагедии 20 января. Учреждена партия Ены Азербайджан. Возвращение Гейдара Алиева к руководству республикой в 1993 году по настойчивому требованию народа предотвратило гражданское противостояние в стране. На прошедших 3 октября 1993 года выборах народ, поддержав политику Гейдара Алиева, избрал его президентом Азербайджанской республики. Тем самым начался новый этап исторической миссии. Президент Ирхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера. Президент Ирхам Алиева Президент Ирхам Алиева Президент Ирхам Алиева Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Президент Иргам Алиев, первые леди Мегрибан Алиева и члены их семьи посетили могилу спутника жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Была почтена память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и видного врача Тамерлана Алиева. Субтитры создавал DimaTorzok Представители государства и правительства посетили могилу общенационального лидера. Субтитры создавал DimaTorzok Основу власти великого лидера Гейдора Алиева составляла воля народа. Создав в 1993 году избирательную систему, он тем самым обеспечил легитимность своей власти и заявил, что она базируется на демократических ценностях. Таким образом было сформировано тесное взаимодействие между народом и властью, воцарилась атмосфера доверия. Народ полностью доверил Гейдару Алиеву построение государства, которое находилось на грани распада, и великий лидер с первых же дней оправдал это доверие. Весь Азербайджан сплотился вокруг Гейдара Алиева. Он не допустил гражданского противостояния, держал в центре внимания сохранение национальной солидарности. Народ защитил своего президента как символ национального достоинства. 1994-1999 годы вошли в историю как самый значимый период в политической карьере Гейдара Алиева. Этот этап в истории Азербайджана характеризуется как годы построения государства. Одним из важных элементов модели государственного строительства Гейдара Алиева было обеспечение стабильности, и он добился этого. С 1995 года международные финансовые институты стали предоставлять Азербайджану кредиты. На следующем этапе были предприняты серьезные шаги по достижению национального единства. В стране был создан институт гуманизма. Подписанные Гейдаром Алиевым в 1995 году указы об амнистии были встречены в обществе с большим воодушевлением. Граждане стали свидетелями того, что глава государства превратил гуманизм в одно из приоритетных направлений своей деятельности. Затем началась напряженная работа по обеспечению в стране бюджетного закона, созданию новой законодательной базы независимого государства, основанной на современной мировой практике. В первую очередь Гейдар Алиев направил свое внимание на разработку новой конституции и в процессе ее подготовки великий лидер неоднократно проводил специальные заседания, обсуждения, для того, чтобы узнать отношение к этому вопросу общества и интеллигенции. 12 ноября 1995 года народ проголосовал за первую конституцию независимого Азербайджана, автором которой стал Гейдар Алиев. Проведенные в 1995 году первые парламентские выборы подтвердили, что наша страна уверенно шагает по пути демократии. Потому что благодаря заслугам Гейдара Алиева, неоднократно заявлявшего о приверженности демократическим ценностям, Азербайджан перешел от однопартийной системы к многопартийной. Создание в тот период в стране института Амбудсмана стало весомым шагом в области более надежной защиты прав человека. Широкое распространение в республике получили судебно-правовые реформы. В 1998 году была отменена смертная казнь и устранена цензура в прессе. Результатом этих исторических событий, произошедших одно за другим в течение первых пяти лет президентства великого ризера Гейдара Алиева, стал кардинально изменившейся Азербайджаном. Страна переживала этап ширкомасштабных реформ. Эти преобразования не ограничились лишь формированием политической атмосферы. Они также заложили основу экономического прогресса Азербайджана. В тот период поездки президента Гейдара Алиева в регионы возвели прочный мост между народом и властью. Люди смогли тесно сплотиться вокруг великого государственного деятеля. Решение социальных проблем около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев стало одной из самых сложных задач. Великий ризер с особой заботой относился к гражданам из этой категории. Для Гейдара Алиева решение проблем людей, изнанных с родных земель, переживших потерю родных и близких в условиях войны, было на первом месте среди повседневных забот. Потому что Гейдар Алиев был столь же простым и искренним человеком, сколь гениальным. Великий ризер во время общения привлекал людей в первую очередь своей искренностью. И люди в его лице находили моральную поддержку. С избранием Гейдара Алиева в 1998 году президентом во второй раз демократические процессы в Азербайджане ускорились. Были приняты последовательные меры по укреплению основ независимости. В своих выступлениях великий лидер всегда отмечал, что независимость Азербайджана – это историческое событие. Это и национальное достояние нашего народа и его достижения. Общенациональный лидер говорил, что ни в коем случае нельзя воспринимать исключительно за основой какой-то группы или силы в обретении независимости. Естественно, в этих словах Гейдара Алиева говорила скромность, потому что азербайджанский народ уже увековечил гениального политика в своем сердце, как лидера, имеющего исключительные заслуги в сохранении нашей независимости. Азербайджан стремительно пережил процесс государственного строительства, потому что заложенные великим лидерам основополагающие принципы были правильно воплощены в жизнь. Благодаря заслугам великого политика идеи государственности, азербайджанства, светскости, современности превратились в неотъемлемую часть мировоззрения общества, составив идейную основу существования и развития современного Азербайджана. Своей деятельностью Гейдар Алиев создал в Азербайджане механизм перехода к демократическому обществу. Он успешно выполнил историческую миссию по формированию независимого и демократического общества. Своя концепция, базирующаяся на факторах сильного государства, эффективной экономики и свободного человека, великий лидер вписал в историю независимого Азербайджана «Золотые страницы». Созидательная летопись Гейдара Алиева навсегда вошла в жизнь азербайджанцев. Годы его руководства Азербайджаном увековечивались в истории как период национального ревензанса. Гейдар Алиев стал общенациональным лидером, потому что в нем слились воедино нравственные качества и талант политика и мыслителя. Можно быть в оппозиции к власти, но недопустимо выступать против родины, своего народа, его высоких моральных качеств. Так считающий Гейдар Алиев многократно подтверждал эти слова своими деяниями. Всемирно известный политик оставил в качестве наследия для будущего самое сильное в регионе, отличающееся своим весомым словом и авторитетом государство Азербайджан. Гордо укрепляющий свои позиции в одном ряду с самыми развитыми странами мира, Азербайджан ныне превратился в силовой центр, где воцарились принципы проведения независимой политики. Наша страна, ставшая адресом уважения и почтения в мировом сообществе, известна миру как важнейший пример дружбы, партнерства и братства, и в прямом смысле слова превратилась в истинно независимое государство. Гениальность – высшая мера разума. Свой необычный интеллект Гейдар Алиев посвятил только своему народу, государству и служению Родине. Поэтому независимое азербайджанское государство – это гениальное творение Гейдара Алиева.